Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Есть такая фраза, её обычно приписывают Сенеки, не суть, тут важен смысл, а он достаточно глубокий. Для корабля или человека, который не знает, какой гавани плыть, ни один ветер не будет попутным. Ну действительно, невозможно не согласиться. В нашей обычной жизни, в бизнесе или где-то ещё, это проявляется постоянно. Более того, это верно и в случае государственной политики, государственной стратегии, скажем, в области научной деятельности. Есть такое понятие – национальные научно-технологические приоритеты. Давайте зададим себе честный вопрос. Хорошо ли мы представляем и понимаем, что это за приоритеты в масштабах страны? Ответ почти риторический. Реальность показала, отсутствие таких чётких и выверенных приоритетов создало колоссальные риски для целого ряда стратегических и критически важных отраслей. Один из самых наглядных примеров, на самом деле их огромное количество – гражданская авиация и авиапром. Но разве мы не понимали, какой риск был заложен, когда национальные авиакомпании массово закупали зарубежные самолёты? А наш отечественный проект «Суперджет-100», созданный, как мы раньше, не без гордости, заявляли в тесной и широкой кооперации с иностранными партнёрами. Доля импортных комплектующих доходила до 70%. Сейчас и такую задачу недавно поставил президент Владимир Путин. Государству, бизнесу и представителям науки нужно объединиться для достижения национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов. Условно, не размазывать тонким слоем средства по проектам-разработкам с сомнительной эффективностью, а сосредоточиться на действительно стратегических и прорывных направлениях. А для этого регионы, госкорпорации, предприятия, а также частные компании должны стать заказчиками на исследования и технологии, отметил президент. На первый взгляд, очевидные вещи. А разве сейчас не так? Увы. И тут, поймите правильно, никто не ставит под сомнение компетентность наших ученых, их возможности делать открытия, генерировать идеи и так далее. Вопрос даже не в коммерциализации их проектов. Дело в том, что они изначально не всегда, скажем так, ориентированы на реальный сектор, на тот самый практический результат. Несколько цифр для понимания. Расходы по госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2023 году составят 1,2 триллиона рублей. Почти половина из них будет направлена непосредственно на исследования и разработки. Так вот, как отметил министр финансов Антон Силуанов, государство участвует в процессе на две трети, и только на одну треть бизнес. Ничего не меняется, хотя и налоговые стимулы есть, сокрушался министр. Есть и второй момент, на который обратил внимание глава Российской Академии Наук Геннадий Красиков. Директора научных институтов заранее понимают, какой бюджет им будет выделен на исследование. Исходя из этого, они сами формируют тематику работы, выбирают те, которые уже выполнены ими на 80%. А условно, не те, которые сейчас особенно нужны рынку и реальному сектору. Что с этим совсем делать? Ответы у правительства есть. Нужна, во-первых, экспертиза и ревизия экспертных советов. Нужно уйти от дублирования финансирования одних и тех же проектов, которые потом поставят на полку. Продолжая ассоциативный ряд, очень понравилось, как выразился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Важно обеспечить востребованность научных результатов. Тут принцип горячей картошки, когда разработка должна быть передана дальше, а не положена на полку в виде статьи. Сказано отлично, осталось воплотить все в реальность. Время не ждет. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ.